Всем привет, друзья! Это видео мы начнем с небольшого противословия о ноутбуках Apple в принципе, а потом же перейдем к обзору или можно сказать отзыву пользователя после одного года использования ноутбука MacBook Pro 13 2017 года с Touch Bar. Сейчас у Apple есть три линейки ноутбуков. Первая это просто MacBook на 12 дюймов, вторая это MacBook Air на 13 дюймов и последняя линейка Pro серии там уже есть две модели на 13 и на 15 дюймов соответственно. Если вот так вот грубо говоря, то для чего нужна каждая линейка? Просто MacBook, который 12 дюймов, можно считать такой некой печатной машинкой. Там ставят очень слабые энергосберегающие процессоры, а сам ноутбук при этом весит всего 900 граммов. Браузинг и работа с текстами на большее не стоит сильно рассчитывать. Дальше у нас идет MacBook Air. Это классика и, пожалуй, самый известный MacBook во всем мире, представленный еще в 2008 году, оригинальный MacBook Air продается во всем известном дизайне до сегодняшнего дня. Каждый год просто немного обновляли начинку. И вот в конце 2018 года наконец-то Apple обновили Air. Новый дизайн, рейтинг на дисплей, клавиатура бабочка, огромный тачпад. В общем, подвели под существующие стандарты. Этот ноутбук является чем-то средним между производительностью, автономностью и неплохой стоимостью. Можно сказать, что это народный MacBook. И теперь мы гладко переходим к MacBook Pro серии. Как я уже сказал, в этой линейке существует две модели, на 13 и на 15 дюймов. В чем принципиальная разница между этими двумя моделями? В модельке на 13 дюймов графика встроена процессором, она еще называется интегрированная, а вот в модели на 15 дюймов графика уже выделена, она называется дискретная. Дискретная графика намного мощнее интегрирована и, собственно, поэтому MacBook Pro серии на 15 дюймов являются самыми мощными MacBook'ами и, собственно, самыми дорогими. Ну и теперь, после противословия, в котором мы вот так вот кратко пытались понять сущность линейк ноутбуков Apple, переходим к обзору моего MacBook Pro 13 2017 года с тачбаром, господи, что сейчас за названия пошли, которым я пользуюсь уже больше года и хочу поделиться с вами своим пользовательским опытом и впечатлениями. Начнем с корпуса. Весь ноутбук полностью выполнен из алюминия, вес составляет всего 1 килограмм 370 граммов. Его очень удобно носить в рюкзаке или сумке. Длина составляет 30 сантиметров, ширина 21 сантиметра, а высота всего 14,9 миллиметра, причем она равномерно распределяется по всей ширине устройства. В чем прикол железного корпуса? Когда вы только начинаете работать за ноутбуком, в начале рабочего дня, он весь такой прохладный, особенно если вы только что пришли с улицы, либо он стоял в прохладной комнате, все-таки что-то в этом есть, железо такое ощущается, прикольно. Однако после трех минут работы, то есть достаточно быстро, корпус ноутбука быстро прогревается и доходит до комнатной температуры. Но вот когда вы начинаете нагружать ноутбук, и он находится под жёлой, ну или даже средней нагрузкой, температура процессора поднимается хотя бы до 60 градусов, корпус ноутбука равномерно так вот прогревается, и вы начинаете чувствовать такое ощутимое тепло даже в нижней части ноутбука, где находится тачпад. А что находится снизу, где процессор, это не перелять словами, там просто печка. Поэтому я не очень сильно люблю работать дома в шортах, сидя на диване, держа ноутбук на коленках. В какой-то момент становится просто некомфортно, и я обязательно что-то подкладываю, например, подушку, либо просто иду за стол и работаю уже там. С корпусом закончили, переходим к портам. В про-моделях, где присутствует тачбар, там по четыре порта USB Type-C в прошке 13 дюймов на 128 гигабайт. Без тачбара, там только два порта, это на заметку. В свое время, в 2016 году, когда вышли первые макбуки про серии, где были только USB Type-C, было столько шума, что капец, нужны переходники на HDMI, на карты памяти, на USB Type-A, да вообще на все нужны переходники. Это, конечно, для людей некоторых профессий доставляет дискомфорт. Но, блин, если вы уже решили покупать эти ноутбуки, то зачем об этом кричать, вы знали, на что шли. Мое мнение по этому поводу такое. Это не просто кастыль ради дизайна, либо для того, чтобы изменить толщину устройства, потому что мы отказались от старого USB Type-A. Нет, это шаг прежде всего ради того, чтобы заставить всех остальных производителей в мире переходить на этот стандарт USB Type-C. Apple является одним из локомотивов в мире электроники. Если она уже начинает что-то делать, то остальные потихонечку подключаются, и вот как раз таки мы начинаем избавляться от всех этих 100500 проводов, где у нас там USB Type-A, HDMI и всевозможные Ethernet порты. Нет, все будет в одном порте USB Type-C. Это же, кстати, в свое время и произошло с CD-приводами. Apple первыми отказались в ноутбуках от CD-приводов, как раз таки вроде в Macbook Air. И где сейчас в итоге CD-приводы? Ну, вы поняли. Что очень круто в работе с портами на Macbook, где есть четыре USB Type-C, по две с каждой стороны. Так это то, что можно заряжать ноутбук с любого порта, что в свою очередь очень удобно, когда вы, например, меняете локацию и розетка может находиться то с правой, то с левой стороны. Вы не паритесь, вставляете провод в ближайший порт и заряжаете ноутбук. Это реально удобно. Также каждый порт USB Type-C в Macbook Pro серии поддерживает стандарт Thunderbolt 3-го поколения, что в свою очередь позволяет передавать данные со скоростью до 40 Гбит в секунду, а это нам позволяет подключать одновременно до двух мониторов с 4К разрешением с обновлением 60 Гц. Что еще очень круто в зарядках в Macbook'ах? У них нет этих уродских огромных адаптеров питания, которые весят по полкилограмма и занимают небольшое, но все же какое-то место посередине кабеля. В Macbook'ах все крайне эстетично и удобно. Кабель и миниатюрный адаптер питания прямо у розетки, в который еще можно поменять тип розетки. Это очень удобно, если вы часто путешествуете по миру. Плавно переходим к экрану. Разрешение в Macbook Pro 13 равняется 2560 на 1600 пикселей. Как я уже говорил в видео о переходе с Windows на Mac, ретина IPS-дисплей в Mac'ах – ну это реально кайф. А в паре с MacOS, которая адаптирована к дисплеям с большим разрешением, работа за ноутбуком – это сплошное удовольствие, особенно если вы работаете хоть чуть-чуть с графикой. Кстати, именно дисплей – это как раз таки та причина, почему профессиональные фотографы и видеомонтажеры очень любят Macbook'и, так потому что цветопередача у них и качество дисплей на очень высоком уровне. И поэтому, когда вы создаете какой-то графический контент на Mac'е, то вы можете быть уверены в том, что на большинстве устройств с разным качеством дисплеем он будет выглядеть плюс-минус везде хорошо. Что, кстати, еще очень удобно не только в этом Macbook, но и в других ноутбуках, где применен похожий дизайн. Из-за того, что дисплей и корпус находятся на одном уровне, протирать его от пыли очень удобно и у вас не остается чуть-чуть пыли по краям. Я думаю, что эта боль знакома всем зрителям, у кого дисплей находится ниже уровня корпуса. Ну а теперь о главной боли этого ноутбука – конкретно клавиатуре. Я много говорил об этом видео в переходе с Windows на Mac, что клавиатура – это самая большая проблема и она доставляет очень много неудобств. Для тех, кто не в курсе, начиная с 2016 года в MacBook'ах Pro применяется новый тип клавиатуры с технологией «бабочка», которая очень сильно уменьшает высоту клавиш, что, в свою очередь, позволяет сделать ноутбук тоньше, либо поставить туда толще батарею, например. Когда вы в первый раз пытаетесь что-то напечатать на такой клавиатуре после классической механической, вы ненарожно пытаетесь продавить клавиатуру чуть-чуть дальше, по ощущениям клавиатура «бабочка» прожимается в 3-4 раза меньше, чем механическая. Но через 2 дня к этому привыкаешь и даже начинаешь печатать немного быстрее, как раз таки из-за того, что меньше времени требуется на прижимание каждой клавиши. Когда пошли сообщения о том, что у многих эта клавиатура залипает, я подумал, ну блин, это скорее всего из-за того, что люди просто неопрятно относятся к своим ноутбукам, еда за ним, не протирают пыль и все такое. И вот, я успешно пользовался макбуком уже практически больше полугода, и у меня не было абсолютно никаких проблем с клавиатурой, и я подумал, ха, да по ходу нормально она работает, это просто у людей какие-то проблемы. А потом хренак залипает одна из клавиш, просто ни с того ни с сего я вообще не понял, почему это и произошло. Я просто сидел, печатал текст на паре, и просто одна клавиша залипала, я вообще сначала не вдуплял, что происходит, у меня такого не было. Я уже решил, что нужно идти покупать сжатый воздух и продавать клавиатуру, как рекомендует Apple, но я решил нажать достаточно так сильно пару раз именно на ту клавишу, которая залипла, и почему-то она прошла. И как раз таки после того случая у меня начались просто массовые залипания абсолютно разных клавиш, ну естественно те, которые я использую больше всего, но почему они залипают, это просто какой-то рандом и непонятно. И именно каждую клавишу я лечу как раз таки сильным на нее нажатием еще ни разу не продавал, и тьфу-тьфу все нормально. Однако есть еще одна проблема, которую вот решить никак не удается. Это просто двойное нажатие определенной клавиши, это у меня клавиша А, которая русская. Я печатаю какой-то текст, и в словах, где есть буква А, не во всех подряд, но в некоторых она может прожиматься два раза подряд, и у вас будет, например, СОБАК как СОБААК. Там вторая А будет нормально. Не понимаю, как это работает, и вот этот глюк еще никак не получилось исправить. Хотя, если честно, в последнее время, может быть, я конечно текст сейчас печатаю не так много на ноутбуке, но я замечаю это достаточно редко, и тьфу-тьфу, более-менее все сейчас нормально. На маках 2017 года добавили силиконовую прослойку, которая призвана защитить от пыли и крошек, которая приводит как раз таки к залипаниям. Плюс она еще делает набор на клавиатуре намного тише. Но вроде как есть еще небольшие жалобы на то, что иногда проблемы случаются. Теперь переходим к тачбару. Многие говорят, что эта штука в большей мере бесполезна, и знаете, как фича ради фичи, но лично мне она очень зашла. Кроме самого тачбара, у которого разрешение составляет 2170 на 60 пикселей, что на самом деле вполне достаточно для такой вещи. Справа еще присутствует клавиша питания, в которой устроен сенсор Touch ID. Работает где-то на уровне iPhone 6. Забавный факт. Еще тогда, когда появились модели MacBook Pro с Touch Bar, энтузиасты выяснили, что именно самой панелью управляет модифицированная версия iOS. Так что можно сказать, что помимо ноутбука вы еще и частичку iPhone приобретаете. Основные функции Touch Bar. Справа у него есть неизменная часть, где вы можете менять яркость, звук, язык или что-то другое. А слева же динамическая часть, которая меняет контекст в зависимости от того, какая программа у вас сейчас открыта. Все это настраивать. То есть вы можете менять расположение элементов или вообще что-то поменять. В общем, настраивайте все, как хотите. Старые F клавиши, кстати, никуда не пропали. Нужно просто зажать клавишу Fn и F появляются. В некоторых программах они нужны. Я бы на самом деле мог снять 10-минутный ролик про Touch Bar. Он мне реально очень сильно нравится, но время, к сожалению, ограниченное. Если вы много работаете в программах типа Photoshop, либо особенно монтируете видео, то часть часто используемых функций вы можете перенести Touch Bar и тем самым экономить время. То есть не нужно заходить куда-то в верхнее меню, особенно если нет горячих клавиш. Просто нажимаете на Touch Bar и все, действие исполняется. Это очень удобно. В общем, лично я реально кайфую Touch Bar. Особенно, когда знаете, меняете звук, яркость или пролистываете видео с музыкой. Каждый раз это доставляет какое-то эстетическое удовольствие. Единственная вещь, которая связана с кардверной частью, но, как я понимаю, не прямо косвенно с Touch Bar, это верхняя полоска как раз-таки вот небольшая грань железа над Touch Bar. Она греется просто нереально. Там можно яйца жарить, я отвечаю. Особенно, если MacBook под тяжелой нагрузкой. Если температура процессора, скажем так, 60-70 градусов и вы попытаетесь пару секунд подержать пальцы в этой верхней части, вы реально его обожжете. Вот такой вот негативный, но нюанс о нем все-таки нужно знать. Итак, корпус, порты, порты неважно, экран, клавиатуру, тачпад обсудили, остались динамики. Здесь я постараюсь достаточно кратно, динамики просто топ. Вы не можете поверить, что в такой тонкий корпус поместились такие мощные динамики, и он орет просто как не в себя. Причем это модель на 13 дюймов, а модель на 15 дюймов там динамики еще громче, я даже не представляю, как он орет. На видео достаточно сложно передать всю громкость динамиков, но, скажем так, если вы смотрите видео, либо слушаете музыку, то лично я держу ее где-то на уровне 25-30%, иначе в квартире просто все слышат, что у меня происходит за ноутбуком. В общем, если вы любитель громко слушать музыку, то MacBook Pro серии вам крайне понравятся. Вроде бы мелочь, но в моих старых ноутбуках на Windows я просто не обращал внимания на динамики, но есть есть как приставка к ноутбуку. Здесь же начинаешь понимать реально всю ценность этих хороших динамиков, и что это реально важно. Последняя часть про производительность и время автономной работы на этом MacBook. В моей базовой модели MacBook Pro 13 2017 года с Touch Bar установлен двухъядерный процессор Intel Core i5 с тактовой частотой 3,1 ГГц с разгоном до 3,5 ГГц. Я не буду вам говорить цифры в бенчмарках, потому что считаю это полной фигней, нужно судить по реальной работе ноутбука. Так вот, производительности вполне достаточно. Если конкретно брать деятельность, связанную с графикой, то лично у меня не возникает фризов при базовой работе. Монтаж видео или работа в графическом редакторе при базовой работе у вас не будет возникать проблем от слова совсем. Конечно, не стоит рассчитывать, что этот MacBook будет летать при работе в фотошопе со ста слоями, графикой, эффектами. Нет, даже самые мощные ноутбуки будут начинать лагать. Но при повседневной работе ноутбука лично я очень доволен его производительностью. Скажем так, что он работает настолько производительно, насколько вы от него ожидаете. Программы запускаются быстро, офисные программы вообще не лагают, а тяжелые вещи до определенного момента также идут хорошо. Но как раз таки для таких случаев есть супер производительные игровые ноутбуки на Windows за примерно те же деньги, что и этот MacBook. Но не стоит забывать, что это ультрабук и нужно принимать во внимание тот факт, что еще 5 лет назад мы могли только мечтать о такой производительности в корпусе толщиной 1,5 см. И в конце про автономную работу. Как заявляет Apple, то все их MacBook, начиная от MacBook 12, заканчивая MacBook Pro 15 с самой мощной комплектацией, должны работать минимум 10 часов автономной работы. Но там еще есть на самом деле звездочка, что это только при проигрывании видео и не на максимальной яркости. В реальности же у меня MacBook тащит примерно 5-6 часов экрана, так это при том, что я отключил Spotlight, чтобы не было фонового индексирования файлов. Также я отключил прозрачность, чтобы хоть чуть-чуть, но снизить нагрузку на графическую составляющую MacBook. И еще я отключил технологию Turbo Boost через специальную утилиту, когда я отключаю MacBook от зарядки, у меня отключается разгон процессора и он работает на базовой частоте, поэтому бережет энергию. И с этими манипуляциями, как я уже сказал, у меня он живет 5-6 часов экрана, а без них было всего 4-5 часов. Так что если вы любитель долго работать без зарядки, то знайте, что конкретно эта модель прошка 2013-2017 года, да я думаю и прошка 2018 года, они не будут долго работать от батареи. Также на самом деле большой эффект оказывают программы, в которых вы работаете. Например, Chrome жрет намного больше батареи, чем Safari, это тоже стоит учитывать. В общем-то как-то так, если вы хотите больше узнать про систему, то я записывал подробный обзор macOS и видео на тему, стоит ли переходить с Windows на Mac. Одно из них сейчас выскочит в правом верхнем углу, а также я оставлю на них ссылки в описании. На самом деле я очень доволен этим ноутбуком, при всех его небольших недостатках, я очень рад, что в свое время его купил, а вышел он мне достаточно серьезные деньги за 108 тысяч рублей. И это мое, пожалуй, самое любимое устройство. Каждый раз, когда я открываю макбук, я испытываю какое-то эстетическое удовольствие, я не знаю как это передать, я даже Google Pixel не испытываю такую любовь, как к этому макбуку, ну не знаю, просто вот он мне нравится и все. И я знаю, что еще очень много лет он мне будет служить верой и правдой, и свою актуальность он не потеряет. Обычно, знаете, ко всему привыкаешь, но тут реально каждый день испытываешь положительные эмоции, и перед как раз таки приобретением макбука я также рассматривал Xiaomi Mi Notebook Pro, и на самом деле я очень рад, что остановился именно на макбуке. Я оставлю ссылки на все самые актуальные модели макбуков на момент записи этого видео в описании, может быть кому-то из вас пригодится. У меня на этом все, огромное вам спасибо, если вы досмотрели это видео до конца, я желаю вам всем хороших ноутбуков, всем удачи, всем пока!